Год назад Вадим Кстенин стал временно исполняющим обязанности главы городского округа город Воронеж, когда неожиданно его предшественник Александр Гусев по указу президента Владимира Путина возглавил Воронежскую область. Так как к этому времени уже были внесены изменения в устав городского округа об отмене прямых выборов главы, то Вадим Юрьевич прошел конкурсную процедуру и большинством голосов депутатов Воронежской думы был избран новым руководителем миллионного мегаполиса, вступив в должность 11 апреля 2018 года. С первых месяцев новый мэр оказался в гуще событий, связанных с амбициозными японскими проектами, и в первую очередь это легкое метро. Встряхнул коммунальные службы, предъявив им более жесткие требования по благоустройству и уборке городской территории, одновременно потребовав больше открытости перед людьми, чье мнение он объявил одним из главных факторов при принятии окончательных решений по обустройству окружающей среды. Прошел год и вот как оценивают воронежцы свой уровень жизни. На вопрос от независимой воронежской социологической службы ваше мнение. Оцените, пожалуйста, по пятибальной шкале уровень жизни в Воронеже. Лишь 7,5 процента жителей областного центра возрасте от 18 лет и старше поставили оценку «отлично». Еще 17 процентов ответили «хорошо». 48 процентов оценили свой уровень жизни на «удовлетворительно». В то же время 10,5 процента сказали «плохо». А еще 2 процента поставили даже «очень плохо». 15 процентов опрошенных воронежцев затруднились что-либо ответить. Уровень социального самочувствия населения, который является результатом социологического опроса службы ваше мнение, очень чувствительная тема. И в данном случае город Воронеж, как город достаточно развивающийся, во всяком случае по ряду направлений, это действительно интересный сам по себе факт. Этот опрос подчеркивает определенную негативную тенденцию. Обратите внимание, что только 7 процентов населения ощущает себя на оценку «отлично». В то же самое время на оценку «удовлетворительно», то есть на «троечку» оценивает себя большинство, почти половина населения. И это в городе, который имеет существенный потенциал. Это город-миллионник, город, где недавно избран мэр города, который по динамике должен показывать очень сильные результаты в своей деятельности и в экономике, и в социальной сфере. И в этом отношении те результаты, которые мы имеем, они говорят немного об обратном. То есть население не удовлетворено в существующей ситуации. Ну посмотрите сами. Почти 11 процентов чувствует себя на оценку «неудовлетворительно». В определенном мере это коррелируется с теми показателями бедности, которые сейчас есть в России, потому что уровень доходов коррелируется с понятием бедности. И если мы имеем в виду, что из 146 миллионов населения России порядка 21 миллионов – это те люди, которые находятся за чертой бедности, либо в пограничном состоянии, цифра сама по себе велика. Точно так же, как цифра 11 процентов «неудовлетворенных» в городе Воронеже, в городе-миллионнике – это тоже высокая цифра. В этом отношении мне думается, что власти в городе Воронеже, исполнительная власть, серьезно не дорабатывает. Это означает, что власть, во-первых, имеет крайне смутную стратегию развития, и, во-вторых, мало делает для развития реального сектора экономики. Более 50 процентов, и эта цифра все-таки близка даже к 60, ощущает себя не очень комфортно в этом городе. И в этом отношении мэрия города, мэр Вадим Ксенин должны это прекрасно понимать. Они должны себе отдавать отчет в том, что у людей зачастую нет хорошей высокоплачиваемой работы, которая гарантирует им высокий доход. Соответствующим образом именно реальный сектор экономики может давать эту высокоплачиваемую работу. Исполнительная власть любой территории должна ставить перед собой высокие цели. Пока же стратегия развития города, которого только что приняли, это скорее стратегия выживания, но не стратегия развития. Поскольку в этой стратегии нет главного, нет акцента на то, что Воронеж должен вернуть в себя статус индустриально-инновационного центра и, соответственно, с высокооплачиваемыми рабочими местами. Если нет этого в задумке, если нет этого в стратегии, то, разумеется, мы и будем выживать. И, конечно, оборотной стороной этого негативного процесса является то, что в Воронеже мало рабочих мест, которые существуют в реальном секторе экономики, потому что нельзя существовать торговлей, нельзя существовать ростовщичеством, а нужно создавать вот именно реальный сектор экономики. И есть еще одна негативная проблема. Это высокая доля архаики в реальном секторе экономики. И самое важное составит в том, что у нас высок теневой сектор. По моим оценкам как эксперта, в Воронеже это 20%. Я даже предлагаю многим своим коллегам, ученым-экспертам внедрять в дискурс термин гаражная экономика, потому что огромное количество производств, это малые и средние предприятия, которые выходят из публичной сферы, они уходят в тень. И вы посмотрите, именно в гаражах, в самом Воронеже, по его окраинам создаются производства. Именно там находятся мини-мебельные фабрики, именно там находятся сервисы по обслуживанию автомобилей. И разумеется, эта часть, она не облагается ни налогом, она уходит в тень и является только результатом коррупции. А разумеется, если 20% гаражной экономики в городе не попадает в число тех, кто платит налоги, то в этом случае, разумеется, и социальная сфера от этого страдает. То есть мы не дополучаем ни существенные медицинские услуги, мы не получаем образовательные услуги, мы не получаем многое из того, что нам могут предлагать муниципальные учреждения. И, конечно же, на эту теневую экономику должен обратить мэр города Вадим Ксенин. Пока не обращает, но важно, чтобы обратил на это внимание.